Всем привет и в этот раз я решил совместить несколько разных задач в одну кучу. Во-первых, давно хотел поиграться экранчиками от старых сотовых, ну и заодно вам показать. А то это барахло валяется, а пользу ему придумать не так-то легко. Во-вторых, надо бы освежить навыки разводки плат и попробовать заказать изготовление онных на промышленном производстве. Все-таки одно дело разводить под дальнейшее самостоятельное изготовление, и совершенно с другими нюансами сталкиваешься при заказе. А так как я никогда не сталкивался с заказом плат, надо бы пофиксить этот момент. Ну и в-третьих, мне давненько не хватало некого универсального шилда. По задачам ничего особого, но штука сильно облегчит жизнь при ремонтах и разработке своих устройств. Частенько нужно считать какие-то импульсы, или послать. А бывает еще не просто статичные импульсы надо отправлять, но и регулировать вручную или по некому внешнему фактору. Не лишним будет еще и свое питание к шилду прикрутить, дабы отвязать от возможных помех. Да и портативность все же большой плюс. На всякий случай можно и пищалку прикрутить. И собственно используем LCD-экранчик от старого Симонса. В моей коллекции хлама такие экранчики стоят в Симаке C52 и C55. В каких еще моделях они применялись, я без понятия. Набросав схему и сделав разводку, я отправил файлы в компанию PCBWay. Всего пара вопросов по согласованию фрезеровочных моментов и две недели ожидания. И вот уже мне звонит курьер и приносит посылку на дом. Приехала небольшая коробочка со следами попытки уничтожения. Но посылка гордо выстояла раунд против злобной почты. В комплект положили несколько фирменных подарков с логотипом PCBWay. Мелочь, а приятно. Гелевая ручка с софт-тач покрытием и пара прикольных наклеек. Ну да ладно, главное ж платы. За упаковку однозначно жирнющий плюсик. Платки заботливо разложены по пакетикам. А основная плата даже затянута в гермоупаковку. Качество плат прям на очень хорошем уровне. Честно говоря, такого даже не ожидал. Тем более при такой стоимости. Платки вышли по пару долларов за штучку. Правда минимальный заказ от пяти плат. Но все равно это выходит очень даже бюджетно. При этом все платы размером до 10 на 10 сантиметров подпадают под минимальный ценник. Цветная маска и шелкография, кстати, на ценник не влияет. Так же порадовала простота заказа. Имея лишь минимальное представление о производстве плат, получилось почти без косяков. В общем, я остался очень доволен этим производителем и буду в дальнейшем продолжать у них заказывать. Пожалуй, основная проблема заключается в длине линии фрезеровки. Задумано, что платы должны стыковаться между собой через пазики. Но вот длина паза буквально на пару десяток миллиметра короче, чем надо. Дело в том, что я указывал в чертеже эти пазы как широкую линию. А на производстве их фрезеруют, беря за основу центр этой линии. На самом деле так себе проблемка. Стоит всего пару раз чесануть надфилем. Паста всего примерно на 0,2-0,3 миллиметра короче необходимого. Да, кстати, если вы еще не поняли, это такая система для избавления конструкции от бокса аккумулятора. Банка лития формата 18650 будет установлена прямо на плату. Ладно, давайте уже соберем наш универсальный шилд. А то охота посмотреть, чего же получится. Понадобится ардуинка. Запаивать напрямую не хочу, поэтому возьму под нее колодки. DC-DC преобразователь на 5 вольт. Энкодер самый распространенный с центральной кнопочкой. Немного резисторов. Еще немного колодок для всех выводов и вводов. Также кнопочку поставлю сенсорную. Бузер неактивный, 5 вольтовый. Четыре мощных Н-канальных полевика. Два мощных П-канальных. И любой Н-канальный для управления бузером. Конечно же банка 18650 и наш экранчик. Для экранчика нужен еще конденсатор на 1 микрофарад. И платка от распотрошенного Симака нам еще понадобится. Ну а чтобы немного сэкономить на покупке всего этого барахла, можно воспользоваться кэшбэк-сервисом SmartySale. Поддерживает все популярные магазины типа Алиэкспресс, Бенгуд, Ебэй и еще более 1200 различных интернет-барахолок. Минимальная сумма выводов всего 5 рублей. Есть плагин, мобильное приложение, раздел с купонами и промокодами и множество других прикольных фич. Сайт достаточно просто и удобно оформлен, а сервисам удобно пользоваться с любых устройств. SmartySale выгодно отличается от других кэшбэков. Зайдите, посмотрите, не пожалеете. Ну а мы переходим к сборке. И начинать запайку любой платы нужно с мелочевки. В данном случае с СМД-шных резисторов. Они типа размера 1206 и паяются довольно просто. Транзисторы можно было бы запаять феном, но при такой компоновке и на свежую плату их одно удовольствие запаивать паяльником. Вот только паять на камеру не совсем удобно. Постоянно из кадра уползают. У экранчика имелась подсветка, распаянная на самой плате телефона. Ее необходимо перекинуть в нашу плату. По размеру светодиодики и резисторы тут довольно миниатюрные, но нет ничего невозможного. Правда нюанс в том, что светодиоды не очень-то любят перегревы и приходится паять на минимальной температуре. Лишь бы припой хоть как-то плавился. Подсветку не помешает проверить до того, как установить экран. А то мало ли чего. На камеру засветка экрана выглядит с более сильными перепадами. Неравномерность свечения, конечно, есть, но вживую она не очень сильная. Да и видна только в полной темноте. При свете же, если не вглядываться, то и незаметно. Ну ладно, хватит баловаться, продолжаем собирать устройство. Все контакты под экраном надо поскусывать вровень с платой, дабы экран смог лечь вплотную без зазора. Экран на камеру запаивать не стал. Все равно ничего не будет видно. Так как контакты расположены у него сзади и припаиваются, подлазя паяльником под него. На всякий случай перепроверяю корректность установки экрана с помощью примера из библиотеки. Это оказалась игра шахматы. То есть на нашем устройстве уже можно перекинуть пару партеек. Для отсека аккумулятора понадобится напаять пружинку на минусовую плату и пупырышку соответственно на плюсовую. Эти пружинки и пупырки я собираю в отдельную коробочку от различной техники, которая идет на запчасти. Вот тут мне казалось будут проблемы с позиционированием пятаков крепления. Но контакты встали прям идеально друг напротив друга. И да, на всех подобных контактах сделан термобарьер. То есть без проблем запаивается тонким жалом. Вот и заканчиваем сборку установкой последних элементов. Такой вот прикольный и необычный вышел шилдик. Не очень большой, в принципе совсем необходимым на борту. А главное портативный. Аккумулятор в принципе и так держится нормально. И не пытается вылететь. Но я продумал пазик под фиксацию липучкой. Так как он точно никуда не денется. Ну и собственно пару слов о том, зачем же нужен такой шилд. При ремонтах или создании собственных устройств обычно на помощь приходит беспаечная макетка. Но уже буквально через полчаса она обрастает жуткой паутиной из проводов. Да и в целом обросший проводами стол не особо добавляет комфорта в работе. Конечно совсем от паутины не избавиться, но стоит попытаться. Вот допустим иногда приходится мотать катушки. Набросав скетчик и подкинув шаговый мотор. Получаем из этого шилда почти полноценный намоточный станок. С которым получается намного ровнее чем на дрели. Да и считать витки самому не нужно. Наверное тут возникает вопрос, а почему же у меня нет нормального намоточника. Но это немного из другой истории. А вкратце я не так часто мотаю катушки. Да и не хочу занимать место редко используемым оборудованием. В остальном думаю и так все понятно. Банальной работе с приемом и отправкой сигналов пожалуй не буду сейчас уделять внимания. Для этой платы накидал так сказать общий стандартный скетч. А для каких-то особых задач нетрудно написать конкретно под поставленную задачу. Вся программа подробно прокомментирована. И ссылки на все наработки можно найти в описании. А на этом подписывайтесь, тыкайте в колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. И если вам понравился видос, с вас лайк. На этом все. Жду вас в следующих роликах.